С вами Рик Реннер. Я нахожусь в древнем городе Афродисия на территории римской провинции Асия. Это древний городской театр, который около двух тысяч лет назад вмещал от восьми до десяти тысяч зрителей. Место, на котором я стою, было сценой. Здесь выступали ораторы, поэты, ставились драматические представления. Место было знаменитое и престижное, особенно при древних греках. Римляне же отличались более жестоким и грубым нравом. Поэтому сцену использовали для оскорблений. Здесь высмеивали политиков, унижали неугодных. Позднее на такие сцены выводили христиан, где и выставляли их на посмешище, на потеху толпам зрителей, наблюдавших с трибун. Театры заполнялись людьми, которые смеялись над христианами, а христиан просто вытаскивали на сцену. Судя по всему, об этом ужасе пишет автор послания евреям в 10 главе, 32 стихе. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены». А вы помните, когда вы были просвещены. Автор просит их вспомнить. Вы помните день своего спасения. Помните, когда впервые услышали Евангелие, а затем пишет о случившемся с ними. Возможно, такое бывало и с вами. Когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий. И в следующем стихе. «То сами, среди поношений и скорбей, служа зрелищем». Существительное зрелище на греческом «театрон», откуда и получилось слово «театр». Автор буквально пишет. «Вы стали представлением, вы стали зрелищем, вас не понимали, высмеивали, презирали, унижали. Толпа приходила поглазеть на ваше представление, увидеть, как вы справитесь с таким давлением. Устоите или сломаетесь? Окажется, ваша вера настоящей или поддельной? Народ покупал билеты на постановку с вашим участием, чтобы проверить истинность вашей веры». Автор пишет. «Вы стали зрелищем. Уверен, что подобные события происходили с христианами на этой сцене. Они стали зрелищем, постановкой, представлением для тех, кто закатывался смехом, смотря на мучения христиан. Но они стояли непреклонно, смирялись, терпели дольше язычников. И вы тоже способны вытерпеть в любом испытании». Об этом мы сегодня и поговорим. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Как прозвучало в начале передачи, в первом и втором столетиях, когда церковь продолжала устраиваться, христиан часто влачили в театры, колизеи и стадионы, выводили на сцену и принимались публично высмеивать, унижать, стыдить, оскорблять на глазах у всей зрительской аудитории. Христиане стояли на сцене, и их вера в Иисуса Христа выставлялась на всеобщее обозрение. Зачастую, как только вы получили слово от Бога и приняли решение следовать за Иисусом, наполнились Святым Духом, решили начать свое дело, словом, объявили о своем решении сделать что-то по вере. Вы тут же оказались на сцене. Внезапно, вы оказались у всех на устах. Пока вы бездействовали, о вас никто не вспоминал. Но стоило вам наконец заявить, я собираюсь сделать то-то. Ха! Поразительно, как народ тут же бросился покупать билеты на представление. Поглазеть, удастся ли вам осуществить заявленное. И как часто вы обнаруживаете себя в окружении людей без веры? Сегодня на эту тему мы и поговорим. Как быть, когда везде вокруг вас распространяется неверие? Как не поддаться неверию окружающих вас людей? Что с этим делать? Верю, что сегодняшняя беседа пойдет вам на пользу. Но для начала напомню о своем цикле проповеди о том, как сопротивляться дьяволу. В нем две части о том, как противостоять злому влиянию на вашу жизнь. Каждый из нас сталкивается с проявлениями зла. Пока мы живем на земле, дьявол не даст нам покоя, ведь он наш противник. И нам нужно знать, как ему сопротивляться. В Библии четко говорится, если мы ему противостанем, он от нас убежит. Глагол «убежит» означает, что как только вы противостанете дьяволу, он убежит как можно быстрее, будет бежать так, что пятки засверкают, он ринется от вас. Вопрос лишь в том, как ему противостать. Как сопротивляться дьяволу? Как быть, когда вас, образно говоря, накрывает девятым валом, и вы ошеломлены внезапным нападением? Как применять власть против него? Как противостоять дьяволу? Все ответы здесь. В этом цикле звучат актуальные практические советы о том, как сопротивляться дьяволу. Вы можете скачать этот материал бесплатно. Также обязательно сообщите, о чем за вас молиться. Для нас молитва — это не просто серьезно. Очень серьезно. Наши сотрудники постоянно молятся за тех, кто нам пишет. Мы обязательно приступим к молитве за вас сразу, после того, как вы нам сообщите, о чем молиться. Свяжитесь с нами. Если эта передача вам помогла, сообщите нам. Для меня это важно. Все ваши слова в электронных письмах, звонках, чатах, драгоценности. Так что, напишите, позвоните. Итак, сегодняшняя тема — «Как не поддаться неверию окружающих». Откроем послание евреям, 10 главу, 32 стих. Один из моих любимых в Новом Завете. В этом стихе автор послания. Почему я говорю «автор послания евреям»? Потому что автор этого послания неизвестен. Это мог быть Павел, Аполлос, Присхилла, даже Варнава или Лука. До конца неизвестно. Его написал Бог и написал для всех нас. В 10 главе, 32 стих. Автор этого послания, кем бы он ни был, пишет «Вспомните прежние дни ваши». Фраза «прежние дни» указывает на более раннее время, на предшествующий отрезок вашей жизни с Господом. «Вспомните прежние времена». Кстати, а глагол «вспомните» в греческом оригинале буквально означает «выкопайте из земли, стряхните пыль и рассмотрите еще раз». Как показывает практика, зачастую из-за препятствий и жизненных трудностей, теплые и приятные воспоминания об отношениях с Господом оказываются погребенными, заваленными. И автор послания евреям призывает нас не забывать о некоторых событиях, помнить о них, вспоминать. Призыв «вспомнить» говорит о том, что сами по себе они в памяти не всплывут. Их придется доставать из памяти, раскопать их, поднять на свет, стряхнуть с них пыль, посмотреть на них и вновь порадоваться. Автор напоминает читателям о первых переживаниях после знакомства со Христом. Он пишет «вспомните прежние дни». Вариант перевода «те времена». «Вспомните те времена, первые дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий». Причастия просвещены на греческом «фотидзо». Прислушайтесь к звучанию этого слова «фотидзо». Или вот еще слово. Внимание. «Фото». «Фотография». «Фотидзо». «Фотофотография». От глагола «фотидзо» образовалось слово «фото» или «фотография». О значении самого слова «фотидзо» я прочту из своих заметок. Чтобы передать в точности, глагол «фотидзо» означает «просвещать», как, например, яркой световой вспышкой, после которой в глазах надолго остается ее глубокий след. «Фотидзо», «просвещение». Я спрошу вас, вы способны вспомнить какой-то момент из прошлого, когда вы были фотидзо, просвещены. Увидев что-то впервые в жизни, вы словно запечатлели взором яркую вспышку света и изменились. Она оставила глубокий, неизгладимый след в вашем сознании. Например, когда вы услышали об исцелении от болезни. До того момента вы об этом не знали. В смерти Христа есть исцеление от ваших недугов. И когда вы услышали, что Иисус исцелил вас от болезни, словно яркая вспышка осветила ваш разум. Господь, я об этом даже не знал. И теперь вас не узнать, в вашем сознании глубокий, неизгладимый след. Именно таким было мое переживание, когда я впервые услышал о крещении Святым Духом. Мое духовное формирование происходило в церкви, где учили Библию и любили Господа. Прекрасная церковь. Но не знали о крещении Святым Духом. И когда я узнал о том, что это такое, меня словно пронзило насквозь, яркой вспышкой, откровение Фатидзе. И с тех пор меня не узнать, с тех пор я другой. Эта весть оставила глубокий, неизгладимый след на всей моей жизни. Или когда Бог призвал нас всей семьей перебраться в тогда еще Советский Союз. Это поручение пришло прямо с небес, пришло словно яркая вспышка света. Бог сказал, я услышал и сразу понял, зачем мы туда едем, что будем делать, каким будет следующий этап служения. И потом все изменилось. Все. И навсегда в моей жизни изменилось. На сердце остался глубокий-глубокий след. А как у вас? В какой именно области вы были просвещены? Это связано с работой. Бог открыл вам что-то о работе. А может, это связано с вашим супругом, супругой. Или Бог просветил вас насчет ваших детей. Возможно, Бог открыл вам глаза на бизнес, на материальные вопросы. Что бы то ни было, в чем просветил вас Бог, вы знаете, что с вами говорил именно Он. Это было словно яркая вспышка с неба, которая изменила вас навсегда. Автор послания евреям заботливо пишет о том, что обычно происходит после просвещения. Что обычно бывает после просвещения? И что же это? Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий. Вот и ответ. Подвиг страданий обычно следует за просвещением. Просвещенным людям приходится отражать множество нападений, потому что дьявол ненавидит просвещенных людей. Он страшится таковым. Дьявол боится тех, кто получил слово от Господа. Ведь дьявол знает, если они будут жить в свете этого слова, действующая через них Божьей силой изменит мир. Дьяволу страшны просвещенные люди. В церкви. Люди, которые в церкви страшны для него. Он знает, что если они приняли слово от Господа и намерены жить в свете откровения, в их церкви будет проявляться сила и власть Бога. Эта церковь перейдет из отступничества в жизнь, а дьявол этому противится. Потому часто устраивает нападения и ставит вокруг просвещенного человека безверных людей, дабы затмить в человеке свет Божьего просвещения. Далее автор послания евреям пишет «великий подвиг страданий». Первое слово «великий». На греческом «полос», которое можно перевести как «разнообразный», «различный», «многочисленный», «многосторонний». То есть, когда вы просвещены «полос», дьявол пытается атаковать вас с разных углов, с разных сторон, использует разнообразные средства, приемы, чтобы выбить вас из седла. Причем ничего личного. Дьяволу нужны не вы, не вы. Он борется с вашим просвещением. Он хочет, чтобы вы забыли увиденное, чтобы вы отпустили полученное. Вот его цель. Он борется не лично с вами. В Библии мы читаем «великий подвиг страданий». Существительный подвиг на греческом «athlesis» вновь прочту из своих заметок. Слово «athlesis» — это понятие из мира спорта. Оно указывает на внутреннюю позицию и действие убежденного спортсмена. Он не любитель. Он профессионал. Можно перевести это слово как «борьба» и подразумевать при этом героический поступок. Иными словами, «Коль вы были просвещены, приготовьтесь к борьбе». И, кстати, любителю в этой борьбе не устоять. Для противостояния вам нужен профессиональный подход, героический настрой. Вам понадобится решимость выиграть этот борцовский поединок, эту схватку, этот бой. Жарче всего этот поединок разгорается в разуме. Вот почему. В 32-м стихе этот поединок назван великим подвигом страданий. Существительное страдание на греческом «потема» — слово «потема» можно перевести как «страдание». Это слово указывает на сильное эмоциональное переживание, на эмоциональное возбуждение, эмоциональное или умственное мучение, можно сказать, страдание, скорби. И вот как это происходит. При нападении дьявола мы начинаем сопротивляться обстоятельствам. И мы научились сопротивляться обстоятельствам. Сложнее всего сопротивляться мнению окружающих. Зачастую дьявол нападает на нас через наших близких, у которых есть свое мнение. И когда вы решаете предпринять что-то, что ни один из них в жизни не пробовал, предпринять что-то по вере, чего им не понять, они начинают высказывать свое мнение. Которое бывает лишено веры. Они и не видели того, что увидели вы. Вы просвещены. Они нет. Откровение пришло к вам, не к ним. Вы живете во свете полученного откровения. А они этого откровения не получали. Не видели и не знают того, что знаете вы. Их не изменила яркая вспышка света. Они продолжают стоять снаружи, наблюдая за вашими действиями. И они волнуются за вас. Вот и начинают выражать свое мнение, лишенное веры. Они не верят потому, что, возможно, сами пытались что-то сделать, чего-то добиться, но у них ничего не вышло. И на основании своей неудачи они заявляют, «Мы все знаем, мы пробовали, не получилось, не вышло». И противостоять подобным словам, полным безверия, труднее, чем самому дьяволу и обстоятельствам. Дьяволу можно запретить. Против обстоятельств можно применить духовную власть. Но как запретить родным говорить? Это же ваши родственники. Их нужно уважать, любить. И когда нужно, не внимать, не слушать. Вот где нужна сноровка. Нужно научиться умело балансировать. Уважать их, любить, признавать, слушать их слова. И если в них нет веры, не принимать. Повнимательнее прислушайтесь к родным, друзьям. И увязнитесь, здесь и начинается великий подвиг страданий. Патема. Сильное эмоциональное напряжение. Вы старайтесь слушаться Бога. И в то же время считаться с друзьями, родственниками, прислушиваться к ним. Вы словно между двух огней. Но Святой Дух покажет, как не сгореть. С Иисусом такое было. И Аир попросил Иисуса прийти к нему в дом и помолиться за умирающую дочь. И Иисус согласился. И войдя в помещение, где лежала девочка, которая уже умерла, Иисус увидел множество людей, которые плакали, оплакивали ребенка. Все были в смятении, так говорится в Библии. И когда Иисус ощутил их неверие, что Он сделал? Он повелел всем удалиться. Но ведь они любили эту девочку. В этом нет сомнений. Они плакали от скорби. А Иисус понимал, что не может проявить силу, которая Ему была нужна, пока Его окружает столько людей без веры. Они думали только о смерти девочки. А Иисус намеревался ее воскресить. Сначала Иисус всех выгнал. А после этого воскресил девочку. Я очень сильно сомневаюсь, что Иисус нагрубил родным девочки. Но Он понимал, что им здесь не место. Они Его останавливали, мешали, отвлекали. И наши близкие и друзья порой начинают нас отвлекать. Конечно, они нам нужны. Несомненно. Они благословение для нас. Мои родные уберегли меня от множества ошибок. Я не призываю вас отвергать все, что говорят родные. С другой стороны, когда вы знаете, что вас просветил Господь, что Он послал вам Слово, вам придется решительно отодвинуть все посторонние мнения и сосредоточиться на Божьем поручении. Как говорится в стихе 32, «Вы выдержали великий подвиг страданий». Глагол «выдержали» в данном контексте также значим. На греческом это слово «хупомэну». Я прочту из своих заметок. Слово «хупомэну» означает «оставаться», «находиться». Это решение не выпускать из рук, не уклоняться. Решительно удерживать завоеванную территорию. Иными словами, Бог вам что-то сказал, вы просвещены, и теперь намерены безотказно держаться за это слово. В военном деле речь идет о солдате, которому приказано оставаться на позиции, несмотря на ожесточенное сражение. Самоотверженно обороняться на позиции при любом нападении. Выносливость, выдержка, внутренняя позиция, решимость. Все это требует от человека терпения, выносливости, выдержки, длительного ожидания на позиции. Ты не оставляешь свой пост. Ты просто стоишь. Ты отказываешься останавливаться, несмотря на предлагаемые возможности сделать это. Представьте человека, который твердо стоит на своем, он убежден в том, что ему по праву принадлежит обещание, какая-то территория или принцип, на который направлены притязания противника. Он не сдается. Тот факт, что здесь звучит глагол «выдержали» на греческом «хупомена», доказывает, что христианам требовалось решительно отстаивать откровения, полученные от Бога. Им нельзя было сдаваться, каким бы ни был натиск извне, сколько бы слов неверия не прозвучало со стороны окружающих. Им нужно было удерживать свою территорию, не уходить с нее, не отдавать ее и самим не сдаваться никому и ничему. Они знали откровение от Бога. Читаем следующий стих. 33-й, он очень важен. «Сами служа зрелищем». Существительное зрелище поразительно. Вернусь к началу этой передачи, когда я стоял посреди сцены старого театра в древнем городе Афродисии. Слово «зрелище» в греческом «феатридзо», от которого произошло слово «театр». Здесь, в русском синодальном переводе, оно звучит как «зрелище». Дословно, с греческого стих можно перевести так. «Вы стали театром». Или по-другому, «Вы стали спектаклем». И вот что означает слово «зрелище» — «феатридзо». Представление. Созерцать, смотреть, наблюдать, исследовать, тщательно проверять, выводить на сцену для представления аудитории. Это зрительская аудитория, наблюдающая за идущим представлением. Зрители смотрят, затаив дыхание, ожидая, когда исполнители допустят ошибку или забудут свой текст, чтобы высмеять их, освистать и выставить на посмешище. Можно перевести, как «вывести на сцену для унижения», осмеивать, насмехаться, стыдить, прилюдно унижать. И теперь мы понимаем. Как уже было сказано ранее, получив слово от Бога, будучи просвещенным, вы перестаете жить в тени. Пока у вас не было слова от Бога, и вы не заявляли, что начнете свое дело, пока молчали о том, что займетесь образованием, не говорили о начале своего служения, не заявляли о своих намерениях, о своей вере, о видении от Бога, никто о вас не говорил, вы никого не интересовали, вас никто не слушал, но стоило вам только заявить о своих намерениях, о своей вере, об ожидании ответа по вере, как тут же все сбежали с театра поглядеть на ваше представление. Билеты разошлись в момент. Всем хочется посмотреть. А вы правда получили слово от Господа? Или вам почудилось? Посмотрят все. Акт первый, акт второй, и третий, и четвертый. Посмотрят, как правдиво вы играете на этой сцене. Получив слово от Бога, вы узнаете, что такое отсутствие веры. Слава Богу за тех, кто верит. Слушайте людей, которым что-то удалось. Тщательно выбирайте, кого слушать. Слушайте тех, кто чего-то добился. Кто преуспел в чем-то, по вере, начал свое дело, сделал карьеру, оставил светскую работу и занялся служением, написал книгу, записал музыкальный альбом. Кто своей верой добился чего-то, чего-то путного, стоящего, того и нужно слушать. Тем, кто чего-то добился, им точно ведомо, каково это жить по вере. А те, кто ничего не добился, обычно лучше всех вставляют тебе палки в колеса. Это поразительно. Те, кто ничего не добился, не начинал, не вел, не управлял, отвечал только за какие-нибудь мелочи, чаще всего знают, что вам нужно, хотя никогда не бывали на вашем месте и даже не пытались сделать то, за что вы взялись. Но при том разбираются лучше вашего, не слушайте таких. Зачем? Слушайте людей веры, успешных, с опытом, тех, кто чего-то добился, кто использовал свой шанс и преуспел. Выбирайте, кого вы будете слушать. Будьте осторожны. Прочтем первое послание Коринфянам, четвертую главу, где апостол Павел использует то же самое слово, «театридзо». Здесь, в четвертой главе, девятом стихе он пишет, «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем». Это слово синоним зрелища на греческом «театридзо». «Мы, — пишет Павел, — стали театром для мира, для ангелов и человека». И далее, в тринадцатом стихе продолжает, «Хулят нас, мы молим». Глагол «хулят» указывает на слова «без веры». Когда над вами смеются, стыдят, говоря, «У тебя ничего не выйдет». Христиане-младенцы говорят, «Ничего не получится». Вот это и есть хулить. Мнения, лишенные веры. Апостол пишет, «Мы молим». Глагол «молим» на греческом «паракалео», что означает «воодушевляем друг друга». Когда на нас обрушиваются мнения без веры, Павел пишет, «Мы обращаемся друг к другу. Мы воины Христовой армии. Обращаемся друг к другу за словами воодушевления. Мы умоляем друг друга. Взываем друг к другу. И друг друга укрепляем». Затем он пишет, «Мы как ссор для мира, как прах, всеми попираемый ныне. Ссор для мира». Перевод греческого слова, который указывает на грязь, на поверхности ванны. По словам Павла, это мнение людей о христианах. Мы для них лишь слой грязи на поверхности ванны. Мы прах, попираемый всеми. Своими словами и поступками люди торопятся нас соскоблить. Вот что буквально пишет апостол. Павлу в его конкретных обстоятельствах приходилось решением воли делать следующее. Когда нас бесчестен, когда мы ощущаем на себе всю тяжесть, безверие и осуждение людей, мы молим друг друга и обращаемся к другим христианам, у которых есть вера и сила. Мы получаем вдохновение от них и так нейтрализуем безверные мнения. Вы можете не поддаваться безверию людей. И в этом вам помогут те, кто полон веры. Если за вас нужно помолиться, мы готовы поддержать вас. Сообщите нам об этом. Наше время истекло. Я вернусь через минуту и помолюсь за вас. Вам кажется, что вы сражаетесь за свою жизнь? Или же враг атакует ваш разум депрессией, страхом или искушениями? Вы христианин. И вы не должны с этим соглашаться. Вы можете противостать врагу и одержать над ним победу. В духовных битвах Мы сражаемся не только с плотью и кровью, но и с невидимыми духовными противниками. Через что бы вы ни проходили, Иисус уже наделил вас силой и властью наносить врагу поражение каждый день. В этой аудиосерии Рик Реннер объясняет, как одержать победу над силами тьмы, атакующими ваш разум. Имея Божье всеоружие и знание того, как его использовать, вы можете выиграть битву за свой разум. Зайдите на наш сайт, чтобы бесплатно скачать эту серию проповедей. Вы узнаете, как именно дьявол оказывает давление на вашу разум, желая завладеть вашей жизнью. Но вы способны одержать победу, научившись покоряться Богу и оказывать сопротивление дьяволу. Примите решение доверять Богу, подчиниться Его слову и не принимать ложь врага. И вы увидите, как меняются обстоятельства вашей жизни. Зайдите на наш сайт ignc.org и скачайте бесплатно эту серию аудиопроповедей. Это учение поможет вам по-новому взглянуть на Божье всеоружие и научит отражать любую ложь врага и жить в победе каждый день в своей жизни. Я очень рад, что вы здесь. Мы хотим предложить вам много полезного на нашем сайте. У нас есть онлайн-консультации, психолог, ресурсы для скачивания, аудио, видео. На этом сайте очень много материалов. Но чтобы получить максимальную пользу от того, что мы можем вам предложить, вам нужно зарегистрироваться. Пройдя регистрацию, вы получите возможность вступить в группу, где вам смогут лично эффективно послужить. Поэтому я приглашаю вас зарегистрироваться на сайте ignc.org сегодня, чтобы мы послужили вам на более близком уровне. Вам под силу сделать то, что поручил Господь. Не верьте тем, кто твердит, не получится, ни у кого не получалось очень сложно, слишком дорого, слишком большая жертва. Даже не слушайте этих людей. Конечно, послушание Богу во что-то обойдется, и придется чем-то пожертвовать, но при этом явится сила воскресения. Произойдет что-то сверхъестественное. Вам по силам исполнить Божьи поручения. Итак, мнение людей без веры не для вас. Утвердитесь в слове, которым просветил вас Господь, и выполните порученное. Вы никогда не пожалеете, что послушались Господа, не пожалеете. И пусть те, кто собрался оценивающе понаблюдать за вами со стороны, увидят ваши успехи. Пусть на ваше послушание Богу будет любо-дорого посмотреть. И пусть все увидят, что такое вера. Пусть увидят ваш путь веры, ваше поприще в Боге, которое вы пройдете до конца. Пусть увидят ваш победный финиш. Если кто-то собрался понаблюдать за вами, сделайте так, чтобы им было на что посмотреть. Аминь. Позвольте напомнить вам о цикле моих проповедей о том, как противостоять врагу. На обложке цикла говорится, противостояние плюс настойчивость равняется победе. Всегда. По правде говоря, победить дьявола нетрудно. Нетрудно. В нем больше болтовни. Вам нужно это понять и умело противостоять его нападкам. В этом цикле я говорю о том, как противостоять нападениям сатаны, останавливать их и жить в победе. Вы можете скачать этот материал бесплатно. Верю, он будет невероятно полезен. Давайте помолимся. Отец, благодарим Тебя за силу идти вперед. Благодарим за силу победоносно проходить свое поприще до самого конца. Благодарим во имя Иисуса. Аминь. Спасибо, что посмотрели эту передачу. Помните Клесиаста 8.4. Там, где слово царя, там власть. Пусть Божье слово проявит свою силу в вашей жизни сегодня. Прощаюсь до следующей передачи. Спасибо, что были сегодня с нами. Чтобы получить дополнительную информацию о служении Рика Реннера и материалах служения, посетите сайт ignc.org или свяжитесь с нами в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова